Это видео понравится только людям, играющие в Lineage 2M. То есть, если ты просто хочешь меня поддержать, поставь лайк. Ты не играешь в Lineage 2M и не рекомендую это видео для тебя. И не забываем, это лишь игра, а не реальная жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе. Оттягивал это видео по понятным причинам. В каждом видео о них говорю. Но пришел день, я решил состряпать видосик про ПВЕ Альянс, в котором сейчас нахожусь. То есть, осталось одно название – ПВЕ Клаб. Давайте отправимся в прошлое. Буквально на год назад. 24 февраля войдет в историю как начало так называемой СВО в кавычках. Я не могу пройти мимо этой даты, потому что начинается с тех самых дней, когда Милистрен и Ворон заключили пакт о союзе ПВЕ Альянса и ПВП. Тяжело совмещать реальные проблемы с игровым контентом. И вообще, горе и страдания, которое 24 число принесло в Украину, невозможно забыть. Я до сих пор не верю, что это произошло. Итак, поехали. Милистрен. Это кто? Это глава бывшего ПВЕ Альянса Пресс на Леоне 02 мира Lineage 2 Mobile. Заключил пакт о мире с Голден Маусом, то есть Вороном. То, что ПВЕ игроков не трогают из Альянса Пресс, но они должны доказать, что у них нет связи с вражескими кланами. Почему именно 24 число? Это тот момент, когда оппозиция с Леоной 02, Чоколадки и Хаосы – это название ведущих кланов оппозиции под управлением Дэсмайла и Врача – захватили власть над замками и частью РБ на Леоне 02. К чему привела политика экспансии на Леона 02? Узурпаторские методы просто ни к хорошему ничему не приводят. Если лить всех и типа говорить «Вы с нами или против нас?» – это неправильно. Вот к чему это привело. Просто наемников 249 у Эпосов и у экспансии 82. А почему? А зачем вы пьете ворота? Это ж замок наш. Потому что после 24 числа пропал Пистолера, лидер Энтерпрайсов. И это сыграло важную роль в боевых действиях на сервере. Пистолера просто-напросто пропал. Оно как бывает. Развал Джастис на Леоне 03. Глава продался. Клан посыпался. На Леоне 02 предводители начали исчезать, продаваться и Альянс посыпался. Как говорится, обезглав змея и он умрет. Ворон, то есть Голден Маус. Зачем ему ПВЕ Альянс? Лучше держать работяг под крылом и отдать нуболоки им. Чем иметь боевую единицу, которая пойдет против тебя наемникам в захвате замков и т.д. Я вас сейчас запутаю. Если идти по хронологии событий, очень много случилось тогда. Все рассказывать не буду так вкратце. Оппозиция все равно проиграла с приходом первого трансфера. Выбили. Остались на Леоне 02 пресс и созданный Альянс Джастис. На тот момент новый, так сказать, начало. Скажете вы, что ты нам рассказываешь, Розе? Это не ПВЕ Клуака, что описывал название. К сожалению, без этого никак рассказ не получится. Милистрен был главой Альянса ПВЕ под протекторатом Джастис до сентября. После сентября пресс превратился в ПВЕ Клаб. Полностью стал под крылом Джастис, потому что Милистрен улетел со своими ребятами. Он, наверное, понимал, что на Леоне 02 нечего ловить. Под постоянными решениями проблем Альянса ПВЕ и мертвым рынком. Не получая ничего взамен. Но никому ничего не сказал. Только после закрытия трансфера. Ребят, извините, улетел потому что. Потому. Делайте, что хотите. Теперь не пресс, а ПВЕ Клаб. Потом еще три месяца прошло. Продажа перса в Джастисах. Конфликт на Леоне 03. Ворон решает сделать свой. Блядяком и слюхами. Так вот, теперь. Начинается история моя. У меня есть вины в ПВЕ Клабе. На которых я забил пока. Может и на совсем. Я просто хочу внести ясность. И то, что на меня наговаривают, ну то понятно. Есть такой персонаж Дон Карлеоне. Он с клана Перм. Альянса ПВЕ Клаб. Он стал моему твину на голову. Я ему пишу с твина. Заметка, он не знает, что это мой твин. Уйди с головы. Ау. Я тут давно стою. Меня Мазай слил. Вот чуть времени выждал. И что? А я тут постоянно стою. И не меняю локацию. Ты купил спот? Представь, да. То твоя основа. Какая разница, кто основа. Я не растерялся. Написал с Розе. Парниша, который заведовал делами в ПВЕ Клабе. Говорю, что типа Дон Карлеоне. Стал мне на голову. Буду сливать. Сильно умный. На что мне ответили ок и все. Запомните этот момент. Идем дальше. Мувы Ворона. Распад. Джастис. Трансфер. Улетает Ворон со своей кампанией. И все ПВП игроки. Также. Я ушел в Антаги. Что там творилось, пока не было сильных составов на сервере Леона 02. Стопочка. Две. Работяги взяли власть в свои руки. Я хотел стрим по этому поводу сделать. Но опять же свет отключали. То мне было не до стримов. Кто не поймет, вот видео сверху будет. Про развал на Леоне 02, когда Ворон решил взять бразды правления все и вся. Буквально осталось 2 дня до закрытия трансфера. Трансфер это перелет между серверами, если кто не знает. Мувы Твина снова сливают. В этот раз Рей Лерри. С клана Демоны. Пве Клаб. Пишет Ери, что типа стал Твину на голову ее. Ну допустим. Просто вот посмотрите видео. Твин, Беличник, Берсерк. И расстояние, которое он фармит мобов при 20 метрах. И вежливом охотнике. Рей Лерри слила моего Твина. Я прихожу на то место и там Твин с клана Пермь. У меня подгорает. Нахожу Рей Лерри и сливаю ее. Видите на скрине переписку? Чтобы скинула мне скрин. Как мой Твин стоит на голове у ее Твина. У меня температура была в тот день 40. Мне было плохо. И это Рей Лерри говорит, что... Ты кто такой вообще, Антах? Я зашел в группу Дискорда, ПВЕ Клаба. И написал пост. После чего понеслась. Ее начали защищать. Говорю же. Клоака. У нас в Альянсе так не работает. Это не мой Твин. Но знай, о тебе тут все наслышаны. Как ты своими Твинами вставал на голову и прикрывался Альянсом Джастис. В правилах указано, что мы уступаем место Альянсу Джастис, но никак не их Твинам. Короче, их тут много было. Накинулись на меня. Писали всякую ересь. Розе, хватит ныть. Ты лучше скажи, сколько краснухи ты получил от Альянса. Что, завидно? Не скажу. Так может, дело в твоем прошлом, не думал об этом. Может, вместо того, чтобы жаловаться, лучше написал человеку и узнал, в чем проблема. Может, есть какое-то решение этой проблемы, не думал. Мистер Очевидность просто. Пишет Паненька. А кто ты такой, что завалился в Альянс, когда основой непонятно где? Ну, быдло-то. Просто быдло-то. Там немного чего писали, короче, интересного. Пытались меня вывести, но зашли как бы в тупик и на этом все закончилось. Потом я пишу Рей Лэри. Пока скрин не увижу или извинения за грубость. Буду тебя сливать. Но он там написал всякое фигнеть, нагрубил ты там всякое. Ок, удачи. Ты грубо обошелся с моими сакланами и что-то от них хочешь. Скрин я тебе нарисую. Извиняться ты еще должен. Они не знали, что ребята вернутся назад на сервер Леона 02. С ПВП Альянса, с которыми я играл. Отключение света изменили мой обычный темп жизни и жизнь. В общем, изменилась эта война в реале. Я бы понимал, что пропускал бы многое и не захотел возвращаться к ребятам. К сожалению. Порешали проблему с Рей Лэри горе пополам. И в ПВЕ Клабе сложилась такая атмосфера, что знакомые знакомых защищают даже без доказательств. Просто потому, что я его давно знаю, он такого бы не сделал. Я понял, что меня оклеветал Дон Карлеоне. То, что я пользовался благами Альянса Джастис, когда был в нем. Для своей выгоды, чтобы согнать со спотов игроков с Альянса ПВЕ. Так как работал закон «Уступи спот ПВП игроку, если ты ПВЕ игрок под сейвом». «Вы знали, кому писали? Вы знали, над кем стебались? Вы думали, вы не попадете ко мне в контент? Вы ошибались?» «Наши герои должны знать мир Lineage 2 Mobile». Это потом я узнал, что ПВЕ Клаб уже не ПВЕ Клаб. Там просто есть несколько кланов, которые играют. Там RMT шат, фармят боссов, просто общаются. И к Heaven Side они уже никак не относятся. Они сами по себе. Возможно, мне кикнут с ПВЕ Клаба, но мне как бы нечего терять. Стану Мазаем и буду вырезать всех локаций Альян и писать вообще разную ересть. С вами был Розе, всем до новых встреч, еще увидимся.